Привет, мои хорошие! С вами Селена Свэй, и сегодня я вам расскажу о своем татуаже губ. Все знают, что у меня татуаж бровей и теперь уже татуаж губ. И мне есть чем поделиться, передать вам свой опыт и дать вам какие-то рекомендации и советы, чтобы вы не попали туда, куда попадала, например, я. Сегодня я буду делать татуаж губ. Видите, мой цвет губ, он такой немножечко с голубинкой, что ли, да, чуть-чуть. Меня все проинформировали, скинули мне целый список того, что нельзя вот в этот день, нельзя пить кофе. Но я его попила, потому что я забыла. Но я пью слабо кофе с молоком и как бы одну кружечку получается. Я надеюсь, что ничего страшного, посмотрим. И начнем мы с первого вопроса, почему же я вообще решила делать татуаж? Зачем он нужен? Зачем мне татуаж бровей, татуаж губ? Татуаж сейчас делают всего, вы не представляете. Татуажем сейчас можно даже синяки под глазами зататуировать. Татуажем, техниками разными. Можно сделать себе скулы, чтобы их не подмазывать все время. Контуринг можно сделать. Короче, татуаж рулит и много всего. Меня никто на это не толкал. Я сама по себе очень ленивый человек. И я люблю вставать и быть красоткой. Мне всегда на самом деле хотелось такой вечный, легкий дневной макияж. Точнее подчеркнуть где-то реснички, подчеркнуть где-то бровки, губки и так далее. И началось все с бровей. Сейчас я смотрю на свои старые видео, где у меня брови такие непонятные в разные стороны. Вообще форма не форма, не пойми что. Смотрю и думаю, блин, совсем другое лицо. Брови вообще я считаю это одна из самых важных вещей, которые делает ваше лицо. Красиво сделанные брови, подобранный цвет. Это просто вообще пол дела. Вы уже красотка. Многие со мной согласятся. Кто согласен, ставьте лайк. И в недавнее время я решила пойти себе сделать губы. Почему решила сделать губы? Потому что, во-первых, у меня было две причины. Первая, когда я снимала видео, а я часто не накрашена. Я, честно говоря, не очень люблю краситься, тратить на это время. А потом умываться, еще меньше мне хочется. Я смотрю на своих видео, когда я быстро хватала камеру, мне хочется что-то сказать. И губы мои не накрашенные. Они прям были белые и бледные. Сейчас у меня не накрашенные губы. Это сейчас татуаж уже сделанный. Расскажу все подробно. Но сейчас я вот включаю видео и вижу у меня здоровые губы, цвет губ, здоровые брови. То есть, как видите, ничего такого вычурного. Сразу и не скажешь, что это на самом деле татуаж. И даже если сильно присмотреться, тоже можешь не угадать сразу. Потому что сделано все очень хорошо, качественно, профессионально. И главное, естественно, что в наше время очень модно. В общем, я решила себе сделать губы, потому что они были бледные. И еще у меня, так как у меня часто возникает простуда, у меня на губах стали появляться такие пятнышки. У меня были красные пятнышки на губах. Эти пятна красненькие, они остаются после простуды, которые у меня очень часто возникают. Мне кажется, один раз в месяц или один в два раза в месяц это стабильно у меня возникает простуда. От нее остаются вот такие пятна. И это некрасиво. Уже все чаще меня девчонки спрашивают, что у тебя за пятна на губах. Сейчас их уже не видно, потому что они затушеваны, да? Но были, и вы, скорее всего, это увидите, я вам вставлю в видео. Были такие пятнышки на губах красненькие, они меня уже напрягали. То есть на фоне моих белых бледных губ эти пятнышки были очень видны. И я захотела все это затонировать. И вот с этим вот я пришла к своему мастеру. Так, мы сделали эскизик моих губ. Очень много мне дали советов всяких. Я своему мастеру доверяю, так что полностью полагаюсь на нее. Пофотографировали со всех сторон. В общем, вот такой эскизик сейчас будем делать. Еще я хотела чуть-чуть увеличить губы за счет татуажа. И, кстати, вам сейчас скажу, отвечу на этот вопрос, можно ли увеличить губы за счет татуажа. Теоретически можно, но это не рекомендуется делать, потому что если вам делают татуаж, то лучше, чтобы они проходились по самому краю вашего губ и не выходили за ваши губы. Потому что могут остаться не очень хорошие последствия. Могут оставаться пробелы. В общем, некрасивые такие линии, если вы делаете дальше своих губ. Вот, поэтому вот моя мастер, например, она не рекомендует. И она даже показывает, она говорит, могу сделать, но я не рекомендую. И показывает все за и против, до и после, как это выглядит. И вы, если посмотрите, как это выглядит сблизи, то вы поймете, что вы тоже себе так не захотите. И как я и хотела сделать себе губы больше, мне мой мастер показал, и я говорю, не, 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 такое нет. И она мне сделала ровно по контуру моих губ. Цвет мы подбирали с ней тоже вместе. То есть я не хотела какого-то вычурного цвета, я хотела просто свой же цвет, только по насыщению. Знаете, как если включить насыщенность, оп, и у губ появился немного цвета. Вот она мне так и сделала. То есть просто мой цвет, но более насыщенный, более контрастный. Как выбрать себе мастера? Первое, почему бы я стала выбирать, это по отзывам. А лучше всего, чтобы это были отзывы людей, которых вы хорошо знаете, которым вы доверяете. И работы мастеров, которые вы видели. Я лично нашла своего мастера, именно потому, что она делала мои подруги, моя подруга посоветовала пойти мне к ней, я пошла к ней, она сделала мне, она делала моей маме. В общем, все работы, которые я видела ее, то есть это знакомый, знакомого и так далее, они все превосходны. И сама по себе я уже общаюсь со своим мастером, я уже поняла, что это за человек, как она подходит к своей работе ответственно и так далее. И вот, например, ей я готова доверить свое лицо, одно из самых важных частей моего тела. Больно ли делать губы или нет? Я вам скажу, что примерно с бровями, на мой взгляд, одинаково. Всегда используется анестезия, то есть вначале наносится анестезия, идет первая затушевочка, работа, потом снова анестезия, она проникает уже более глубже. И, честно говоря, на второй-третий раз я вообще ничего не чувствую. Я что на бровях, что на губах, все время сплю, то есть мне совершенно не больно. Но все может индивидуально быть, я думаю, что у кого-то может быть чувствительность повыше, могут что-то чувствовать, не совсем там приятное, да? Но судя по тому, что мне совсем было не больно, то если это и будет что-то неприятное, то оно будет какое-то мизерное. Ну, красота требует жертв, что же говорить. Что касается коррекции. Вообще губы, они держатся намного дольше, чем брови. Вот брови делаются на полгода, а, например, губы, они могут носиться два и три года, поэтому к ним нужно подходить еще более тщательно. И если делать их, то делать их качественно. Сегодня я снова иду на татуаж, на коррекцию. Как видите, прошел месяц, прошел месяц, губки меня мои радуют. Как видите, появился оттенок легкий. Но сейчас мастер все посмотрит и скажет. Кстати, когда вы идете на татуаж, нежелательно пить аспирин, пить кофе, что-то кроверазжижающее, потому что когда делается татуаж, может немножечко кровить, и этот пигмент может выходить вместе с кровью. И чтобы такого не было, звучит страшно, да, но на самом деле не страшно, но чтобы такого не было, чтобы пигмент больше укладывался, то вот такие вещи нельзя пить перед татуажем. Ну, кофе, да, и кровь разжижает то, что аспирин. Потом не рекомендуется во время менструации ходить, и после татуажа какое-то время нельзя загорать, ходить в бане и так далее. Но любой мастер, он всегда дает методичку полную, что можно, что нельзя, и как ухаживать, то есть я только смазывала вазелином. Первый день, то есть там каждый час ты смазываешь мирамистином и вазелином чисто символически, а потом ты все время губы смазываешь вазелином, чтобы они все время были в вазелине. И, кстати, что я заметила, в отличие от бровей, корочка с губ сходит намного быстрее, то есть буквально 3 дня, и корочки нет, ну, лично на моих, да, в 4, через 4 дня точно уже нет. А вот, например, брови, когда сходили, у меня неделя они сходили, то есть через неделю я уже активно делала что-то, чтобы они начинали сходить, то есть тоже надо их помыть, там как следует вазелином смазать, потому что они у меня так держались как следует. Все, мне сделали коррекцию губок моих, я их совершенно не чувствую, больно совершенно не было, потому что постоянно накладывалась анестезия разных сортов тут, одна для одного, другая для другого, поэтому с комфортом прошли губки мои. И теперь будем ждать недельку, когда сойдет корочка, потому что на губах быстро сходит. И еще, что мне нравится при татуаже губ, что каждый раз, когда я делала себе коррекцию, да, или татуаж сам, у меня все время были съемки либо в этот день, либо на следующий, или даже я снимала видео, и в принципе выглядело все это абсолютно нормально, не было видно, что у меня какие-то корочки, что у меня какая-то коррекция, то есть это все было носибельно, презентабельно, и я могла снимать видео и сниматься там в проекте «Холостяк», которым я снимаюсь. И еще один из часто задаваемых вопросов, со скольки лет рекомендовано делать татуаж? На самом деле нет таких рекомендаций конкретных, со скольки лет, да, это все делается по показаниям. Кому-то татуаж там может быть нужен именно что-то скрыть и так далее, да, а кто-то уже там хочет что-то изменить, ну в общем нет ограничений по возрасту. Но я бы не спешила, пока вы очень сильно молодые, может быть не спешила бы прям бежать там в 13 лет и делать себе татуаж. Безумно кайфую от своего татуажа губ, смотрите, вот сейчас я накрасила просто блеском прозрачным, для того, чтобы увлажнить губки. Видите, какой красивый цвет, натуральный, как будто вот мои губы. Я вообще теперь просыпаюсь, вообще счастливая. Вообще в татуаже самое главное, я считаю, это найти своего мастера. И честно говоря, я бы даже ездила в другой город, ради того, чтобы мне сделали хороший татуаж. Я делала раньше и татуаж бровей, и делала раньше татуаж губ. И даже на сегодняшний день Элина, моя мастер, она выравнивала и корректировала какие-то моменты, которые были не очень хорошо сделаны предыдущим мастерам. Оставались какие-то некоторые пробелы, которые она увидела. Это последствия не очень качественного татуажа, где вам не рекомендовали, что так туши не делать. Мешали, например, какие-то пигменты, добавляли белый цвет. В общем, там свои последствия от всего этого есть. И брови точно так же. Раньше, например, делали брови мне каким-то цветом, что у меня потом какой-то непонятный пигмент, непонятного цвета там оставался. Но Элина все исправила, и теперь у меня шикарные брови и шикарные губы. За что ей большое спасибо. Сейчас, как видите, моих пятен не видно, и губы приобрели такой естественно здоровый цвет, чему я безумно довольна. И вообще, на самом деле, с татуажем я сейчас каждый раз просто умываюсь, очень редко крашусь, очень редко стала краситься, еще реже, чем красилась. И просто, когда я встаю утром, я каждый раз, честно говоря, любуюсь собой, потому что все мои достоинства подчеркнуты. губки бантиком, бровки домиком. Вот, еще я наращиваю реснички, и это, на самом деле, экономит очень много времени. Плюс, знаете, как говорят, просыпаешься утром, есть девушки, которые, на самом деле, пока муж не проснулся, они встают раньше, него, красятся туда-сюда, чтобы быть красивой. Но мне кажется, это, блин, столько энергии тратится на это, и столько времени. Проще взял, акцентики расставил, и красота. Я каждое утро красивая. Я люблю себе утром, я люблю смотреть в зеркало. Раньше, например, не все так было гладко. Я смотрела в зеркало, и думаю, так, надо тут поправить, тут подправить, тут подкрасить, там что-то сделать. А сейчас все идеально. Моя мама тоже сейчас делает у нее в процессе татуаж бровей, безумно довольна. И всем своим друзьям, подругам, и, конечно же, вам, я рекомендую своего мастера. Она живет в Ростове, работает в Ростове, и если вы находитесь где-то рядом, я бы рекомендовала к ней записаться. У нее, на самом деле, очень большая запись, и к ней сложно пробраться, можно даже так сказать, но это стоит того. И цены, могу сказать, что сразу не ведитесь на низкие цены. Хороший мастер, который знает свое дело, который тратит большие деньги на аппаратуру, на пигменты, берет все качественное, никогда не будет брать маленькие деньги за свою работу. На себе не экономки, особенно что касается лица. Все, мои хорошие, я ссылочку на своего мастера оставлю под видео, вы можете посмотреть ее работы. Она есть в Инстаграме и ведет свою страницу, развивается, все время ходит на какие-то мастер-классы, в общем, в ногу со временем. Действительно говоря, если она вдруг перестанет этим заниматься, я вообще не знаю, к кому идти. Поэтому, Элина, если ты смотришь мое видео, ты должна... Это твое, короче. Пусть у тебя все расцветает и делаешь нас, девочек, красивыми. Все, мои хорошие, ссылочки все оставлю под видео. Надеюсь, мое видео было полезным и интересным вам. Задавайте вопросы в комментариях. Я вас люблю, целую и прощаюсь до следующего видео. Пока-пока! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok